ТЫ ЧЕ ОХУЕЛ, БЛЯТЬ? А ЧЕ ТЫ ПОВЕРНУЛ ТОК ТОК НА СЕБЯ? Вот СЕЙЧАС НИ ПИЗДИ! НИ ПИЗДИ, АНДРЕЙ! НИ ПИЗДИ! У ТЕБЯ БОЛЬШЕ Всем привет, дорогие друзья! У ТЕБЯ БОЛЬШЕ! Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузьма Гридин Нам нужно два монитора Сегодня у нас в гостях Юлия Онешко Всем привет! И мы будем смотреть БЕРЕМЕННОВ ТРИНАДЦЕМ! ПОТРАХАНОВ ДЕСЯТЬ С ДЕСЯТИЛЕТНИМ! Короче, какая-то мутная история, друзья Тринадцатилетняя школьница забеременела Десятилетним Мы шутили в беременность 16 на эту тему Что скоро будет беременна в 13 И вот наконец-таки мы это увидим Понимаешь? Ёбаное телевидение из Идеократии История еще более мутная от того, что она забеременела Не просто ее изнасиловал кто-то и прочее А это десятилетний подсад Это, а сколько пафоса, сколько пафоса Будто здесь, я не знаю, обсуждают проблемы Ну извини меня, проблемка-то стоит обсудить Беспрецедентный случай, который поверг шок всю страну Тринадцатилетняя школьница из Красноярского края Находится на втором месяце беременности от десяти лет Привет, смотришь нас? И тебе привет, Вань, смотришь нас? Скоро время не начнет Ну он сказал то, что любит меня И потом на следующий день мы начали все-таки встречаться Как оказалось, семиклассница Даша и четырехклассник Иван Встречались на протяжении... Он прям ребенок Ребенок? Я не верю В таком возрасте еще нет спермы Чувак, сперма? С одиннадцати до четырнадцати она где-то появляется Да нет, ну вот когда ты в первый раз вздрачнул? В девять лет Ну вот я имею ввиду удачно вздрачнул Не просто вздрачнул, в девять Ну и все, в чем правда, сперма была? Нет Так я тебе говорю, удачно, когда? Удачно? Это когда ты удовольствие получил Удачно? Это когда у тебя вышло что-то Не помню Ну я помню, может лет двенадцать было Двадцать два Ну вот, лет в двенадцать Не в десять Я саксом там год назад первый саксом О, дай пять, я жду своего дня Он рассказал, что они пришли к нам домой Даша предложила Было один раз и все Педагоги будущих молодых родителей и школьные врачи наотрез отказываются от комментариев и общения с журналистами А все свидетели отношений подростков уверяют, что замечали их особенную дружбу, но не могли и подумать, что это может привести к беременности Почему они такую фотку смешную взяли? Ну он там максимально на ребенка похож Да Друг друга фотографируют, а потом выдают все это Всем в школе сказали, будут журналисты Никому не говорить с ними И только охранник, только охранник Так они фоткают друг друга Так да, они что такого Что-то там делали они Однако в небольшом городке Красноярского края есть и те, кто не верит Пчелы, пчелы, пчелы Красноярского края Красноярского края Соседи и знакомые семьи Даши уверены Отцом ребенка на самом деле может являться взрослый друг девочки, которого семья скрывает Я думаю, что невозможно, а так и есть 10 лет, чтобы ты ребенка заделал Так, да, она забеременела У нас есть два подозрения Либо взрослый друг, с которым она часто видится Да, про хавные жизни, любитель поебаться Или 10-летний пацан Пацан, с которым они что-то там делают Кто-то другой, а просто сейчас сваливается на пацанах Мальчашка, она прудешь, что-то упасы Не, ну вы сами вообще понимаете, что там ничего не может функционировать Мы разыскали одноклассников и близких друзей Функционирует все с младенчества Даже бывает Да нет, у младенцев? Да? А почему нет? Давай загуглим И ОМОН нахуй ворвется сюда Рексы у младенцев 10-летнего Ваню постоянно видели в компании старшие подозрения Ваня, я уверен, даже не понимает, что происходит И не вспомнит этого, потому что я помню в 14 лет себя Я многие вещи из 14 лет, они очень смутные, очень такие Ну нет, чувак, понимаешь, это все-таки такое впечатление, которое не то, что я О, на даче с ребятами рыбку ловили, но уже не помню, помню смутно А тут типа всей России И все обсудили популярные блогеры Это ебанило Для него это как сон будет, он даже не осознает Отцом ребенка Сегодня в студии родители будущего отца и 13-летней матери Знаешь, что я представил? В будущем такие передачи, они пойдут еще дальше, они станут еще мразой от нее И тетки будут... Да у него не встанет! Да встанет! Да не встанет! Так, мелкий, иди сюда! Давай! Щас я им всем докажу! Ебей ее! Ебей ее! Ебей ее! Ебей меня! Ох, она беременна! Ебей меня! Видите, у него все стоит, все работает Конча есть? Кончи нет! Ладно, дело закрыто! Может у тебя сегодня кончение? Может у тебя вчера было? Это как корова, корову подоешь, сегодня молока нет! Завтра появится! Да, нужно подождать! Можно договориться в прямом эфире А я слышал историю, чувак один раз 50 раз за день потрачил и умер Тупая смерть! Тупая! Максимально тупая! Не пробуйте! Мама 13-летней! Даша сегодня в нашей студии, зал пожалуйста, тише! Тише, да! Лена! Я понимаю, какой шок испытываете вы и все родные и близкие Как вы можете охарактеризовать ваши отношения с дочкой? Нормальные отношения, хорошие Это ваш единственный ребенок? Нет, у меня еще двое младших мальчишек У меня всегда вот в таких ситуациях тяжелых Родители, которые приезжают, они такие О, сегодня по телевидению Андрей Малахов будет говорить Мальчишки у вас! Так вы, может, хотя бы за мальчишками последите, чтобы они детей хотя бы не заделали? Ой, я хотел сказать, как ваши вообще доехали То есть, получается, что Даша даже такая вот им старшая сестра, которая помогает вам Да, она им как нянечка Ну, и у нее и компания такая вот Мальчишек всегда младше ее возраста Ей, видимо, как комфортно или что в этой среде Вот что вот она И знаешь, там в студии сидят как от чего Ну, есть люди, которым приятно с маленькими мальчиками тусить, а что в каком-то? Просто я от всего вот этого удивляюсь Они сидят, такие, ой, беременную девочку И там фотки ее показывают на этом огромном экране А это сейчас начнет Малахов сидит, такой, да, вот у вас Чувак, он в его голове вот маленький человечек вот эту хуйню вот так вот чуть-чуть начинает раскручивать Ваня, знаете, вы... Ну, как бы общаемся с Ваниной мамой То есть вы знали, что Даша дружит с Ваней и тоже ничего не могли предположить Ну, мы, конечно, удивились, когда узнали, что между Ваней и Дашей начинаются какие-то уже недружеские отношения Что у них там какая-то искра уже между ними, как бы... Но все равно это списывали на такое детское... Боря без себя Я не могу в это верить, я не верю в это Это какая-то херня Да, полная ахигея, я тоже считаю, что это... Типа, а в 13 можно? Ну да, можно, можно и в 5 забеременеть Не, в 5 нельзя, забеременеть можно после первых месячных Да-да-да Матка формируется Маточка Готовы принять сперматозы Сперматозы Внутри Вмного яйцеблеточка А вы знаешь почему? Что почему? Ладно, потом обсудим Ну, не-не-не, обсудим потом, дай досмотрю Почему так рано? Месячные, а... Отсутствие сексуального образования Вот это все случилось, потому что пацан думал, ну, ешьте подпалку Я думаю, нет, я в это не верю Романтическая шея, потому что он-то выглядит совсем ребенком Давайте... Я даже больше скажу, Андрей, он и есть ребенок, он не... Он же выглядит, как просто... Он и есть... Будемолит 10 И есть 10 лет Слушаем, что рассказывает ваша дочь Даша О всем, что происходит А прикинь, он каждый раз выходит в студию, он вообще не знает, о чем репортаж Просто, ну, вот он настолько хорош, что он выходит, и он по ходу ориентируется Так, видит мама, грустная, наверное, что ты с дочкой Может, умерла? Не, я думаю, что вот... Какие у вас отношения с дочкой были? Такой смотрит, оглядывается, типа, о чем как бы... А вот написано, забеременела, фух, все, понимаю, о чем передать Чувак, вот я думаю, что какая-то херня, типа, юбилея у какого-нибудь, типа, ебаного артиста нашего Там, да, он такой, типа, а, бля, сейчас вспомним, бля, пару фильмов давайте в ухо говорите А Семен Яковлевич Пак, бля, бля, великий советский актер, снялся в пяти фильмах, бля, давайте посмотрим на его фильмы Потому что нормальные артисты-то не придут на эту хуйню никогда в жизни, бля Друг с моей школы, он мне написал, сказал, пойдешь гулять, я согласилась И вот в его компании был Ваня И так мы познакомились, понравились друг другу И потом, на следующий день мы начали все-таки встречаться Он сказал Мне кажется, у Вани в голове вот мысль, знаешь, какая крутится Когда новое видео Мармок? Или там, что там позе сделал на канале? Вот Лолошка с Юликой Морозом несколько записали Чем бы в Рафлокс поиграть? Мы чаще переписывались, всегда гуляли вдвоем Ну, там, за руку ходили, целовались Ну, все такое Он, когда меня в щеку поцеловал, всем своим друзьям хвастался Ну, вот я впервые поцеловал девочку в щеку Представляешь, да, ты ни с кем еще не целовался Я ее поебался, а еще Круто Ты опасишь я же Это было обидно, когда его кто-то обзывает или бьет Еще знал, что у него гастрит И ему Мы летим на Сузуке Да там чувака просто бедный 10-летний пацан такой Хе-хе-хе Так вот и жизнь бывает Папа в детстве Ооо, чувак Это же Бадуиня Да не Личенко Уж она-то, блядь, всех рассудит Как надо Шикарно выглядит, да не Личенко Разумовского бы сюда еще Бля, вот бы классный выпуск, где Разумовский защищает 10-летнего пацана Вообще Это был бы огонь Это был бы огонь Его здоровье там Как такое Он все время Минус 30 сходил в каких-то кедах И в тоненьких штанах Я его тогда даже из подъезда не выпускала Пока он нормально не оденется Ну он тоже самое делал То, что я для него Например Они вот пытаются Музыку грустную поставили Типа вот Сочувствие Дети, они невинны Так любят друг друга Они не любят друг друга Это дети Они сегодня любят Завтра не любят Послезавтра они там Ну Кто там, блядь Работы эти, ёботы, блядь Снюсы нюхают Ну, блядь Бля, он на Снюс, наверное, кидает Кидает А, вроде там будут про снизговорить Да? Они все приклеили Он говорит, что я самый лучший Не надо напариться Не обращай внимания на всех Кто тебе говорит Что ты толстая О, папа позвали Ну все, значит Тебе точно будет здравое мнение Там прям целая комба Вот такое Когда я крашу брови Он всегда говорит, что ты делаешь Что ты в ручок Ты без них красивая Солнышко, зайенька Я его всегда называю Мой сладеньким пирожком Потому что Он не любит эти пирожки Она говорит Вот как вот дети Не умеют еще говорить Даже непонятно Просто все подряд Ладно, вот эти 16-летние коровы Нахуй Из выпусков, блять Беременные 16 Девочки более-менее понимают Да Они все Осознают, что сейчас будут мамы Вся хуйня Тут вообще, блять Ну он заботливый Добрый Даже когда мы ссоримся Это максимум Не Знаешь, есть анекдот Сидит семья дебилов Да, да, да Вы, блять, все тупые Вы просто Сидите и сам откроют Вы понимаете, что Если этот ребенок Появится на свет Он упадет на Скорее всего Ваши плечи Потому что Да, я буду рада наоборот Если он будет сам А, ну все, тогда Ни в чем проблем нет Как вы рассказали нам О том моменте Когда вы поняли Что дочь беременна Пугают, что детей Хотят отобрать А тут она не особо рада Пугают, что детей Хотят отобрать Пугают, что детей Хотят отобрать Угу Мне кажется, если Твой ребенок Беременет в 13 С ебаной Деддома А все и деддома Ебаные Будем честны Справиться лучше Вот слаба дочка У нее напередок А может вообще Все не так Может я просто мужик склонил Вклал ей в голову Это же ребенок Он как пластилин Липит из него что хочет Я не знаю, но я так предполагаю Воп, дядя, блять Друг семьи Ой, что ты тут сидишь Ой, знаешь, что такое Презервать Ой, знаешь, что такое Писит Давай в животных поиграем Как же мы в животных Блять, заткнись В животных Без одежды Ты мне сейчас напоминаешь Когда в сериале Настоящий детектив Они нашли кассету С солнечным королем, блять Где там детишки бегают Он там Вот ты сейчас все это рассказываешь Что за солнечный король? Начались каникулы И она Смотрю, она у меня вообще Активность потеряла Как бы все больше и больше Уже на лицо Что это Что-то тут уже другое Что это Не заболевание там Какого-то Желудка там Что надо уже где-то В другой стороне это искать И решила купить тест Положить И сразу после каникул Пришлось сознаться Что с Ваней Они развлеклись один раз Тоже не понимают Как у них так Произошло Вообще Я говорю Разбудите меня Мне это даже вообще не верится И рука не поднимается Ее под нож И она не хочет Никто не танкать Своего ребенка Убивать Под Под пылесос Не под нож Под щипцы И потом Под пылесос Но вообще Развивается Мама 7 абортов Делала И потом меня родила И ничего Нормально Не наебали Не наебали Перед тем Перед тем Нету Вы купили тест Ты мразь Купила Ты мразь Купила Тест Ты с дочерью говорила Или не говорила Это так важно Я пытаюсь Я пытаюсь И орет ей просто в лицо Нахуя И что Можно будучи детственницей Забеременеть Ты иисус забеременен Да Последний раз Такое было 2020 лет назад И тоже делали Не раз Я не только сподлинил Вас купить этот тест Вот Ничего Слушай не Я понимаю Какие вопросы Я тоже не понимаю Вот с чего Она решила Просто здесь купить тест Ну типа дочке плохо Вся хуйня Ну они же говорят Они все обследовали Они узи Ни гинеколог Он типа ведет к тому Типа Вы догадывались Что ваша дочь налево ходит Как бы Ну не налево Вообще Как бы она такая Гуленок У нее тошнота не уходит Она Малоактивная стала Она Больше Лежит Ее ребенок вялый То что Я уже начинала понимать Что мы ищем просто Не в том направлении Ее обследуем Что надо все таки Скажите пожалуйста Вы как мама готовили девочку К общению с мальчиками Ну раньше Были у вас какие-то Беседы Женские простые Это вот хороший вопрос Потому что действительно Какая-то информация О том что Ну Конечно Разговоры то Были То что Ребенок Это уже Подросток И как бы Мы у нас Вообще Это Вот 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 И вот Родила Бедная мать Запуганная не знает что сказать Конечно Маленький Что Вот Тащите уже мужика Насильник Давайте Давайте послушаем Что сама Даша Рассказала в достаточно Откровенном интервью О том Как все началось у нее С Ваней Кто из вас проявил Инициативу Оооо Сейчас опять начнется Ну в общем мы вместе Мы играли в прятки И вот Мы спрятались в одно место И Ваня такой Типа Давай поебемся Те кофты классные Мы встречаться стали И вот Типа А потом Поеблись Я думал В нашей В этой сценке Они во время пряток все сделали Что они прятались Они такие сидят И Ваня такой Я пытаюсь дать Оценку Нашему Есть ты верно? Если им можно Значит и нам Тоже верно Открывает дверь И ключ остается в двери И мама так не может Попасть Пока он не откроет Мы не просто смеемся Мы Скрываем Гнойники общества Нет, нет, нет Мы Мы порицаем Вот то что делает Россия один Потому что это неправильно Нельзя такое вывалить Не, не, не говори такое Почему? Потому что вы выращаете У нас будет три миллиона просмотров Благодаря Но мы порицаем такое Мы порицаем Этот способ Компус Освещения проблемы По средствам Таких датких Будет больно там Или еще что-нибудь Случится не так То есть у тебя не было боли? Ну сначала так чуть-чуть А потом все нормально было А нам как-то стыдно было Мы просто Прятались под одеяло Но я не думала Типа то что Десять лет Он может такие вещи У пацанов фотки Из десяти до пятидесяти одинаковые У пацанов зубы все молочные Да и у нее тоже мне кажется Может быть все обойдется Там Ну в первый раз Это так глупо У него даже лицо до конца не сформировано Он похож на любого другого десятилетнего ребенка Они все примерно похожи Чуть-чуть отличаются Он даже ну типа не вырос А они о чем-то там говорят Любовь, морковь Влюбилась сначала боль А потом нормально Влюбись в другого десятилетнего пацана И не заметишь разницы Слушай, ну а как ты Ваня сказала об этом? Ну мы с Ваней как-то вообще До этого Об этом может быть задумывались Потому что задержка все-таки была Я ему об этом говорила Он говорил несколько раз Надеюсь сделать тест Ну а потом я ему сказала Что это все таки произошло Я не знаю Он так офигел А в, ну, не знаю Обрадовался или нет Ну и токсикл Знаешь, Ваня такой сидит Но Ваня ребенка нам надо Не, а он сидит поэтому В смысле беремен? Теперь это супермен Есть, вообще Найдите этого Ваню Найдите его родителей И заставьте платить элемент Положили, думают, что отравление А, пердержим запах Знаешь, какой передачи не хватает российскому телевидению? Вот по типу Решала Типа мужик, он выбивает Из безответственных отцов Алимент, и он как бы, знаешь, показывает С программой, как они ищут и прочее Как его там позорят, когда заходят с камерами Он сидит в каком-то кафе, а они так заходят Так, все в порядке, все в порядке Семен, я с тобой пришел поговорить Потому что меня наняла твоя жена Татьяна Не плачешь ребеночку, или нет, здравствуйте, кстати Да, ладно, вот так Супер, очень крутой шоу Ну это и Решала можно делать Лен, ну не верю я И не верю, что у нее нету старшего друга Если она действительно реально беременная Потому что Ну сами-то вы вообще слышите, что вы говорите, что говорит ваша дочь То есть два ребенка сейчас родят под ребенка? Это бред Действительно ситуация шокирующая С другой стороны Я вот здесь хочу Может быть немножко заступиться за Лену и сказать Заступиться Неловко говорить, что у Лены серьезное заболевание И может быть, знаете, так складывается жизненная история, что судьба дает ей шанс увидеть внука и стать бабушкой Сама того не ожидая, потому что диагноз очень сложный, тяжелый Просто еще один смысл жизни Какой-то шанс, чтобы бороться Чтобы бороться дальше Чтобы не сдаваться, да, не опустить руки Давайте похлопаем Мы несколько минут назад хлопали Хотели разорвать эту мать А сейчас похлопаем все Давайте послушаем, что говорят специалисты опеки Об этой ситуации Внимание Название очень сложно Блядь, мне кажется, сейчас должен был показаться Чувак себе Че, ё-то ты Отнять нахуй Какой, ебанулись Че творит, ебать Тому инциденту, который у нас случился В моем опыте Да и, наверное, всех социальных служб В нашем городе такая история Вот впервые возникла Мы, как комиссия по делам несовершеннолетних Как администрация города Сейчас в рамках своих компетенций Работаем с семьями Понимаем, чем У них теперь в рамках компетенции Нужно будет каждой семье говорить Давать вашей дочери заниматься сексом незащищенным В 13 лет не очень хорошо Был тут один случай Пожалуйста, все проведите разговор Так, чтобы вся эта история не навредила будущему Этих ребятишек Мы выслушаем характеристики от школ Поймем, в чем Есть сегодня проблема оставшаяся Будет выстроена некая дорожная карта И по первой, и по второй семье В случае необходимости Будет оказана психологическая помощь Дополнительное наблюдение от соцслужб Ну и медики включены также в эту комиссию Пацан, прикинь, вообще ничего не знает Он даже эту девочку не знает Просто левого пацана взяли Так, стой здесь Что происходит? Мы тебе конфет дадим О, прикольно Так, снимаем, снимаем, снимаем Фотки у тебя есть? Крутые Знаешь, вот ты сейчас рассказываешь об этом Да, и эту ситуацию можно абсолютно на другие действия переложить Конфеты дают, снимают на камеру Снимай, снимай толстовку Да, да А понимаешь, что за жизнь и здоровье подростка несет в этом возрасте Прежде всего родители Родители принимают будут решения Ну вот я и некомпетентен сейчас как-то комментировать Нифига, а можно в Квейк на этой штуке играть? Что-то ключить Мне просто интересно, как вообще А это разве не такая ситуация Где, типа, такие опеки говорят Что, ну вот, все, вы не справились Не, я понимаю, что есть там ситуации Там избивают детей своих Отнимают Еще что, третья, пятая Ну вот эта ситуация, она как бы, ну, норм Ее как должна решать вообще? Отнимать ребенка? Не отнимать, чтобы в другое место воспитывать его Лишать прав Не, я понимаю, это очень жесткие слова на самом деле То, что я сейчас говорю Но просто в целом Вот он говорит Да, лурганы опеки уже занимаются этим вопросом Да, они же все-таки хотят именно помочь девочке А тут тяжело понять, как свести вред психике девочке к минимуму Отнять ее матери Или дать ей родить И оставить с матерью Как-то помогать Или еще что-то сделать И вот сейчас он просто в воду льет Мне кажется Андрей, какие органы здесь что-то могут поставить Вот в этой ситуации конкретно Какие органы? У нас опека вдруг вспомнила О, вот оно что Вот оно мы зачем Вы помогите В данном случае нужна помощь А говорить о том, что кого-то к чему-то привлекать Если вот я не соглашусь Наоборот, соглашусь с коллегой Если здесь не замешан третий взрослый человек В том, что произошло с вашей дочерью Тогда, конечно, безусловно, есть о чем Ну, это странно Мать говорит, что она, типа, ну, девственница Не, она не говорит, что она девственница Разве? Ну, этот Малахов сказал, типа, что вот Не, я херня говорю Она не может быть девственницей Но в противном случае Вам принимать решение Не, ну, девственницы условно Условно может быть абсолютно любая баба Если, типа, ну, мы Как определяем девственница или не девственница? По анализу какому-то определить можно Ну, это же по плеве определяется Там порвано, не порвано А если десятилетний хуй Да, она просто подрастем-то может быть немного Ну, да Она вообще у всех очень разная Да К законному представителю своей дочери 100 тысяч лайков Смотрим фотки, плев и комментируем Блядь, блядь Они разные Мы все, каждые прокомментируем Скидывайте фотки Все, все, все Фотки своих девственных Закачивай, блядь Мы будем их Ну, ты же понимаешь, вот нам фотки пришлют, блядь Если вам 18 лет Новое шоу, Кузьмы, Юля Надо крутое название придумать Зацени плеву Прикольные плевы Плевы на заценку Ооо Бог, вот такое счастье, несчастье Это уже вам решать и вашей семье И никакая опека в данном случае Никакие дела возбуждать Там, не приведи, господи, к кому-то обращаться за возбуждением дел Просто не может Кроме случая третьего Давайте мы сейчас пригласим Дашу в нашу студию Она сегодня здесь И тоже готова рассказать о том, как она готовится к радости материнства Встречаем Дашу Как страшно Здравствуйте Здрасте Здрасте Сейчас тебе будут ебать мозги куча людей взрослых Орать на тебя, говорить, что ты плохой человек А поп скажет Рожайте, рожайте Рожайте Ну она греховная Компания One X Я уже поняла, что что-то вообще не так Потом у меня начался этот токсикоз Прям сильная рвота Даже непонятно от чего Ну никто не понял Ну так ничего Как будто беременна в 16 Такое чувство, что вот ей какой-то заученный текст дарит Честно сказать Вот она что не говорит, вот видно, что она как-то это говорит Ну я не знаю Одни и те же слова Одни и те же слова Ее, скорее всего, много раз спрашивали Болит сильно живот В обращении вообще сказали, что это кишки Но все с ними было хорошо А скажи мне все-таки вопрос-то Вам в школе, не знаю, родители, знакомые Вам как-то объясняли, что если вы уж решили встречаться То нужно как-то предохраняться Надо ввести на одном хотя бы канале На твоем, моем, Антоне Юрьевне На одном хотя бы ввести уроки сексуального образования Потому что это ненормально В 13 лет трахаться с беременной Кто-то должен объяснить Хотя бы один должен объяснить Хоть хотя бы в мультике Да, чувак, мне кажется, что на самом деле в такие просаки Вот честно, я честно скажу Вот почему я немножко выступаю против сексуального Ну не против сексуального образования Скорее я считаю, что это не совсем нужная хуйня Как часто вот твои знакомые попадали в такие ситуации? У тебя есть хоть одна знакомая 13-летняя? Я думаю, одного случая достаточно Понятное дело, но у тебя конкретно есть знакомые Которые в 13 лет забеременеют? Если даже они есть, это один человек, скорее всего, я предполагаю Вообще нету Это нонсенс выходящий То есть сексуальное образование нужно не для того, чтобы там Пользоваться презервативами Дебилом надо быть, чтобы Сексуальное образование нужно, чтобы про ЗПП рассказывать ВИЧ рассказывать СПИД рассказывать Там всякие вещи Такие, а что если письмо ставить в письмо, то будет малыш Мне кажется, вот эту хуйню знают все На десятилетние, может, не знают Может, мелкий думает Десятилетние и не ебутся Ну, вообще, да В этом дело Ну, то есть, понимаете Я понимаю, что хотят люди Вот, которые сторонники этого сексуального образования Надо, значит, спить и образование давать Пока еще не встает, там нет ничего Предупредить, да? Да, да Коронавирус, который скоро все десятилетние, друзья Вот вангуй, все десятилетние станут папами Говорили родители Но ты серьезно к этому не отнеслась или что? Были у нас такие разговоры Или ты серьезно к этому не отнеслась? Я думала то, что ничего не будет А почему тебя привлек именно Ваня? Парень, который младше тебя Ну, он веселый такой У него очки смешные Синие Девать штуку такую вот Вот так Бррррр Я всегда так смеялась Абсурд, блядь Чем тебя привлек Ребенок Этот мужчина Мужчина Он очень остроумный А он такой Смотри, могу пузырь дадуть Смотри Пизду хочешь посмотреть Ой, через пальцы Конный рост там, по-моему, тебе даже до плеча достает Он же совсем ребенок А где вы Ну, однако, шелхуин до матки как-то добился Если это вообще он На что я не верю У него дома Угу Когда никого не было Угу Понятно Угу, что-то тут не то Говорила, говорила Улыбалась, улыбалась Угу 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 Врать умеешь? Угу Поэтому молчу Татьяна Константиновна Класс Че ты гасишься? Че ты гасишься? Че ты ржаешь, бля? Сука Че ты ржаешь? Зачем ее показываешь? Не показывайте Меня бесит, когда люди смеют Она выгодит Да, мы все наши дети Чтоб люди страдали Вот что сказала нам в телефонной беседе Внимание Все положительные То есть и соседи говорят Что семья хорошая Да, да Никому не интересно Что, допустим, в 13 лет Родители принимают решение рожать И что при этом будет с самой девочкой Ну, как бы, вы понимаете Что это опасно для ее здоровья Ну да, ребенок-то будет обычного размера А она будет 13-летней Не просто Нет, слушай Мне кажется, он должен меньше быть Нет? Ну, все-таки, мне кажется Ты видел этот случай Где пятилетняя девочка забеременела? Известный случай Один такой был У нее такой шар был Хотя я по телеку тоже видел Этот репортаж давным-давно И у 16-летних тоже вот такие у нее животы гигантские Потому что ребенок-то развивается как ребенок развивается Как генетика заложена А она мелкая И у нее таз Нет, ну в теории биологически Ну, то есть, если по природе Она готова рожать В теории То есть, если у нее месячные начались Ну, смотри, как В природе она бы попыталась родить И умерла И девочки с узким тазом, как у нее Не продолжили бы рожать Рожали бы только девочки с широким тазом Сейчас просто Они не занимаются сексом в таком возрасте В природе ее бы быстро какой-нибудь ухарь схватил Вот вдруг их семье Выебала, она бы умерла во время родов К сожалению Я не говорю, что это нормально И что так должно быть Природа жестокая Естественно, отбор тоже жестокий И Вале Исаевой, которая рожала в 11, да? И с другими девочками, да, Саш? Мне просто важно это повторить Даша 13 лет Она будущая мама И ее мама больна И борется с недугом Ну, скажите, какой недуг? Как ты думаешь, что у нее? Мои ставки на рак, да? Прежде всего, Даш Мы абсолютно в большинстве Смотри, какие они похожи Они даже сидят одинаково И голову склонили одинаково Можно даже глаза скосить И у них одно лицо на второе Прямо ложится Ну да, нос Носы разные А так в целом похожи И да, ты слышишь какие-то крики Ты слышишь осуждения Эти люди Вот этот чувак На эти пусть говорят Хоть уже лет 15 Серьезно? Так я не понял, чем он занимается Я даже не знаю, кто это такой Вот я знаю, что он есть на пусть Квалип постоянно И все Присутствующих вообще Очень много в нашей стране любят осуждать Попробуй, попытайся не обращать на это внимание Потому что абсолютное большинство тебя поддерживает Что бы кто ни говорил И, конечно, хочется пожелать Выздоровления, да И победы над тяжелым дугом Бедный ребенок Просто... Ну вот зачем это все? Так нужны рейтинги Что вот готовы 13-летнему ребенку Жизнь испортить? Да, видимо, настолько Не, ну, с другой стороны Это, конечно, тоже надо понимать Это и освещение проблемы Я думаю, что, честно сказать После вот этой истории с Шурыгиной Многие стали намного больше задумываться Ну, что вот они могут попасть в такую ситуацию Пацаны, да И точно так же, когда освещаются подобные штуки То есть, ну, в целом То, что в 13 лет беременеют Это же не часто Это редкость Это пиздец, какая редкость Потому что освещались И у него, Малаха, уже был вот этот случай Тоже, наверное, след бабы забеременела Много лет назад На большой стирке даже еще Горды считают, что у Даши и у ее мамы Большое доброе сердце И они во всей этой истории Могут прикрывать кого-то Выставляя вот этого мальчика Ваню Как отца ребенка О-о-о-о Видел, что ты сказала? Что ты сказала ей? Либо не плачь, либо молчи, сука Одно из двух А давай прочитаем прям по губам Как отца ребенка Видел? Так и сказала Одноклассниц Имя которой Голосы изменены Внимание На школе сказали Что у них произошло Все А то ее не узнают По курсу Да, да, смотри, Ленка Все стало Товарищ Паша А можно мне вот сейчас наложить И звук И картинку Дорогие друзья Мы пригласили человека Который Знаком с Юлием Онежко Но это и не он Юлия Онежко Охуевый чувак Вот он кажется Классный Но он еще лучше До записи Я прошу пригласить еще одного человека в студию Паша на меня Да, Юлик Это на самом деле Просто Ублюдок еще тот Хочет Вы не знаете его так Как знаю я его И она не в мой источник И прочее Спасибо Мы услышали эксперта Который сейчас сказал Это точно был не я На сто процентов И точно не я Ваня Он когда гуляет с Юлием Он теряет голову В общем он Хлопит на заброшке С пацанами пьют Там Курят Снюс Принимают Друзья ему Знаешь это все Сразу с суккубой 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 Приняли свое Обличье Исин Синя 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 У них они еще Знаешь Вот так вот дышат И у них прям слюни зеленые Они с несом Закидываются Простите ради бога Андрей Я ворвался Простите ради бога Я хочу вам сказать Передача чрезвычайно важна При всем шоке Она очень важна И о раннем материнстве И о воспитании Юрий Шлыков Народный Народный артист РФ Конечно он будет говорить Что передача важна Я тоже Поэтому он и пришел Передача важна Мы тут не хрипожорим И не пытаемся урваться За последние попытки Остаться на плаву И популярность Я не умоляю Это был заслуг Перед Российской Федерацией Но давайте посмотрим Правде в глаза Мы не знаем этих людей Чувак Да я никогда вижу Народных артистов И прочих Которые сидят В таких передачах Я вот думаю Стало бы какого-нибудь Там Леона Входить на эти Папанов Блядь Мирону Стали бы они реально Сидеть на этих передачах Когда бы в жизни Чему это произошло Каким образом Дальше Что делать сейчас И что делать потом И так Вот это да Мы имеем проблему И нужно ее решать Не зря народного дали В компании взрослых подростков Балабанову не дали Ему дали Вот не зря Где-то по подворотням И ты Так как любишь Ваню Прикрываешь его И кто-то может быть Нет Если бы он бы этого делал Я бы это узнала А так он гуляет только со мной У него друзей вообще таких Взрослых особенно нету И я прекрасно знаю То что он такими вещами Не занимается То есть эта девочка оговорила его? Оговорила? Она сказала не правда? Я даже не знаю кто это Ну не важно кто-то Вот они сказали Что он таким Что он в такой дурной компании Вообще сейчас Сейчас весь наш город Они все против нас Вот прозвуки все А что значит против вас? Вот что значит против вас? Они будут специально сейчас говорить Взять ту чушь Хочу сказать Что не все тебя осуждают Но есть те кто поддерживают Вот девочки из твоего города Внимание Поддерживаю Да Что у всех Бля будто у них ствол Ой ну потрахалась Потрахалась Что такое? Ну забыла резинку Ну и что? Ну не я Ну честно сказать Не вижу За что можно девочку осудить Понимаешь? Ну за что? 16 летние пиздечки Вот 16 лет Это уже такой возраст Блядь реально осознанный 13 лет Это сложный переходный возраст То есть прямо Это еще Ну не ребенок уже Но подросток Но и не взрослый чай Она жертва в этой ситуации Конечно Хорошо Что бы она не переживала Все равно что бы Все хорошо Ну вот как вы можете Ее описать как человек? Доброе Позитивное Она может поддержать В трудном году Даша не переживай Мы с тобой Какая шутка Хуйня Даша не переживай Давай мы все с тобой И там эта девочка Сука стоит Это вот она Она сука Она говорила гадость Это та самая Там самая Зачем они рядом С ней показали Они просто поймали Трех девочек Одна сказала плохо Две сказали хорошо Она выглядит так Будто она тоже желает Хорошего Вот она Давайте посмотрим Как проходило обследование 13-летней Даши У лучших гинекологов Столицы Внимание Вы проходите Садитесь куда вам удобно Какие-нибудь жалобы Есть у тебя на данный момент Что-то болит Что-то беспокоит Живот болит Живот болит Как давно болит Ну он иногда проходит И через несколько минут Сможет опять начать И тошнота была Да Когда начала жить Половой жизнью 5 октября Половой контакт один был Или это было несколько 5 октября Можно на секунду Мне просто интересно 5 октября Какие праздники И знаменательные события Произошли в этот день 5 октября Это 278 день года Всемирный день учителей День работников Уголовного розыска В Таджикистане День государственного языка В католической церкви Это день памяти Отшельника Мурдока Кульдея И святой Фаустина Коваль Да все Заебал уже Какой хуйней Страдает Очень интересно Ставь лайк Если хочешь больше такого Какую нибудь контрацепцию Ты использовала Когда жила Половой жизнью Нет Нет Ни презерватив Ни какие таблетки Не использовали Дальше проведем Ультразвуковое исследование Уточним Срок беременности По ультразвуку Бля Бедная девчонка Нахуй Не бойся Я горю Делать не буду Я никакие инструменты Вот так Не держу Здесь на gerne Раз тянутая Здесь Я ничего Делать не буду Никаких инструментов Нету Безller Какая-то Машинка зубная Чё это такое Тихо-тихо-тихо Мама начинает Держать У тебя была такая Когда тебе зубы Зубы лечили Нормально Ничего не будет Ничего не будет Потом И тебя мама Вот так Не так Ааа Не хочу Зубнава Нет Пиздец А знаешь Как врачи наебывают У меня флюс был И нужно было Десно чтобы гной вышел. Это нормально. То есть тебе натрезает гуслу? У меня было то же самое. Брач идет такой у него в руках бинт. Он такой, все, сейчас я посмотрю. И я вижу, блестит в бинте. Эти, блядь, лезвия. Я такой, нет, нет. Он такой, все, и меня все держит. Я помню, он что-то достал. Это насилие. И проще. Сейчас все, я сейчас сделаю. А я понял, то есть, уже, что типа он порезал. Я такой. Ну, так бывает достаточно часто. Просто такая эластичная лестная блядь. Какой бы, да? Дарья осмотрела. Беременность 8-9 недель на данный момент протекает нормально. Патологии на данный момент не выявлено. Девственность – это речь, когда идет о целостности с девственной плевы. Здесь при осмотре, да, есть надрывчик, есть растяжение. Наступление беременности, в принципе, возможно, если семья. Ну, слушай, если б мужик, он бы, наверное, ей порвал. Либо он долго-долго ее пальцем разрабатывал. Я извиняюсь, что я такие вещи говорю. Ну, раз уж мы обсуждаем, кто, как бы, отец, маленький мальчик с вот таким пеструнчиком или взрослый мужик с балдой, почерневший от старости. А почему мы не предполагаем, что мужик охуй маленький? Ну, в целом больше, чем у 10 дней. Ну, нет, разные бывают, чувак. У меня было, и сперматозоиды попали в половые пути, да, вполне возможно. Так, девчонки, вы знали, что можно забеременеть от поцелуя? Теперь знаете. Не целуйтесь без презерватива. Если на 8-й неделе беременности она девственница. Все, влево, на заценку. Знаешь, типа, ты придыхай. И на голову. То есть, единичный надрыв. Ну, бывают такие ситуации, когда девственную плеву вскрывают во время родов. Это бывает в любом возрасте. Тебе 13 лет. Ты можешь весь день проплакать из-за того, что тебе кто-то скажет, что у тебя ляхи толстые в школе. А теперь огромная студия, и вся страна обсуждает твою... Плеву. У нее все, это... У нее вавка будет в голове. У нее какие-то проблемы в будущем будут психологические. Наверное. Ничего особенного, сверхъестественного. Это достаточно частая ситуация, когда при энном количестве половых контактов девственность, Боря может подтвердить, остается практически... Ну, ты же такая, знаешь, зачем они пришли? Я просто не понимаю, в чем проблема. Ну, не, я понимаю, 13-летняя от 10-летнего забеременела. В чем конкретно, какую они проблему решают? Ее же никто и не изнасиловал, как они говорят. Поэтому я извест на эту передачу. Что тут, по сути-то, у них все устраивает, они хотят рожать. Она не травмирована тем, что она занялась сексом. У нее, типа, ребенок будет. Теперь она будет травмирована. Зачем вот все это нужно? Шурегиной понятно, выяснить, то есть, был Семенов насильником этот или нет. Ставой шкуроходами тоже понятно. Типа, являюсь ли баба проституткой или нет? Тут-то что выясняют? Кажется, Шурыгина, она настолько уразила, видимо, телевизионщиков, что они теперь все пытаются повторить, гнаться. Пытаются такой же кайф поймать, как был от Шурыгина, когда три передачи, дикие просмотры, дикие у них там рейтинги, наверное, были. Ну, 10 миллионов почти. Я думаю, что сейчас время пригласить в эту студию маму 10-летнего Вани. Что следующее? Что? Насколько низко вы готовы упасть? Что? Людоеда позовете? Соколова позовете? И маму той девочки будет Соколов с мамой разговаривать? Насколько далеко они готовы? Не, ну, ты совсем жесть. Я, ну... Чувак, а... Я понимаю, как раз и то, о чем ты говоришь с Соколовым и мамой, я понимаю, зачем бы они это сделали. Я просто не понимаю, зачем здесь... Вот что они выясняют? Да долбоебы, они просто... Это просто хайп ради хайпа. Ради хайпа. Пять лет назад тебе скажут, 13-летняя забременела, а 10-летнего это показывают по России один. Вы что, ебнутые? Никогда такое показывать не станут, а сейчас показывают. Да нет, это они уже делают, чувак, много лет. Много лет. Ее сын, четвероклассник, может являться отцом ребенка. Встречаем, Галину. Мама. Пацана. Здравствуйте. Ёхмана. Как вы отреагировали на эту новость? Знали ли вы, что ваш сын гуляет с Дашей? Знала, что они гуляют. Дружили они долго. Ну, отреагировала как? В шоке была. Ну, то есть вы... Как вы говорите, что 10-летний Сэвер станет папой? Да молочек, ебутые. В шоке была. То Ваня в 10 уже тянется к девчонкам постарше? Нет. Какие-то разговоры? Что делать? Это не выглядело так, что он тянется именно к девчонкам постарше, там, или ему хочется общаться с девочками. Вот у него была Даша, только они общались. Слушай, ну пацан просто с детства за огромную титьку держался, ел из нее, ну и вырос такой гиперактивный. Видела это общение, он провожал ее до дому, они у нас в гостях часто были. А скажите... А он один у вас сын или... Один. А скажите, пожалуйста, вот правда, вы верите, что он может быть папой? Ну, хочется... Хочется верить в это? Вы что, все сумашель посходили? Какие разные у нас мамы. Вы знаете, я вообще, если честно говоря, конечно, я верю, да, что она беременна. Ни в коем случае я... Дед крутой, он похож на этих ящерей, знаешь, которые на этих... На игуан. Игуаны крутые, и дед крутой. Он же генетикой занимается, что-то он там подшамал, наверное, чтобы жить подольше. Давайте послушаем, что Галина говорила до эфира, внимание. Ну, я понимаю, что он, может быть, и сам не понимает, что вообще произошло. В любом случае, он еще ребенок, как бы он не чувствовал сам себя старше, там, не старше своих лет. Но он рассказал, что они пришли к нам домой. Даша предложила, и вот у них было один раз, и все. Ну, возможно, и были пробелы у Даши в воспитании с родителями. Может быть, они ей не объясняли. Должны же как-то все-таки объяснять, что это... Что может... Какие могут быть последствия после этого. Может быть, она и не знала об этом. Что может произойти вообще такое... Не, ну что, она не должна была с своим сыном тоже работать. Она так сваливает. Родители Даши не знали. А, ну, твой сын же тоже не знал об этом. Ну, ему 10, и он не может забеременеть, поэтому я не хочу. Скажите, пожалуйста, ваш мальчик чем занимается, кроме прогулок? Вот он чем-то еще занимается, кроме школы? Дрочит и скидается у него целыми днями. Прогулки вот с Дашей? Нет, он на бокс ходит. На бокс ходит? И как часто? Ну, практически каждый день или через день. Спасибо. А как он учится? Давайте послушать наш корреспондент. Все, и нечего сказать о артистах. Спасибо. Я на прокурат его отправила. Ну, после нас в театре выступали. У вас какие есть блестительные роли за последнее время? Нравятся такие вопросы? Нет? Ну, вот и все. Да. В подъезд к Ване, и вот что там рассказали. Внимание. О, мы узнаем, что думает подъезд. Вот это самое экспертное мнение. Нашей съемочной группе удалось выяснить, что недетские отношения между 10-летним мальчиком и 13-летней девочкой могли происходить в его квартире. В этом доме на четвертом этаже. По словам свидетелей, пока мама находилась на работе, мальчик устраивал нескромные вечеринки, на которых в основном присутствовали несовершеннолетние дети. Мы решили опросить соседей и выяснить, что они на самом деле думают о семье ребенка. Мама не заинтересована вообще жизнью ребенка. Я ни разу их не видела вместе, чтобы они с сыном куда-то пошли отдыхать, там ничего. Там безобразие в этой квартире, и он забирает, это только мальчик уже, это все, это, ну, это уже... Ну, вот, чтобы вы понимали, это может быть просто сумасшедшая весну, которую хочет... Вот чаще всего ни один сосед... Не знает, в каком живет другой сосед сегодня, в сегодняшнем. В сегодняшнем, но даже не это. Ни один сосед не захочет говорить с телевизиончиками. Вы заметите, всегда в репортажах, кто вот из соседей, это бабка какая-то. Бабка одна такая откроет. Я расскажу. А у нее в голове все там, а не заговоры против нее. Съесть его хотят. Один чувак ехал в другую страну, потому что думал, что его сожрать хотят. Помните такого? На Оксимирону похож. В нашем реалити. Это такой дикий, слышишь? Жаль, муряк не сделали, наверное. Да-да-да, еще не то время. А в чем заключается? Ну, маму они упьют, своей жизнью занимаются. А такие здесь устраивают пенки. Я говорю, мама, а вы вот знаете ребенок, с кем у вас связан? Какая компания? Она говорит, нет. Когда внучку... Как они заебали этой фоткой? У него нет больше других. Этот мальчик компания, матерация подошла, говорю, мне стыдно. Ты знаешь, с кем ты вот связала? Какую-то компанию связался. Он говорит, а что? Ты знаешь, примерно представляешь свое будущее? Он говорит, нет. Я говорю, ты в тюрьме будешь? Он говорит, ну что? Ты кто такая? В общем, блядь, пиздац, старый. Пошла нахуй. Иди сюда. Знаешь, что ты такое вообще? Знаешь, что с тобой будет? В тюрьме будешь. Ты в тюрьме будешь? Она реально ебнутая. Не подходи к моему ребенку. Он наглый, до предела наглый. Ему 10 лет, конечно. А в чем заключается наглый? Он хамит матом рукается. Не дай ебывай его. Хоть ты подходишь к ребенку вообще. Не будешь сидеть. Тебя там в попу трахать будут. Петуха встанешь. Запеременеешь. Большинство из них я даже прочитать не смогу. Цензура не позволит. Соседи уверены. Блядь, мы видим. Какая цензура. А, ну там что-то и пожестче есть. А что ты тогда лох не прочитала? Читай. Адресованы его 13-летние подруги. Даш, ты знала про эти надписи в подъезде? Да. А почему ты разрешала, чтобы там разрисовывали? А я что, знала, кто их рисует? А что тебя привлекло в этом мальчике? И вот сейчас говорили, что он матом ругается, ведет себя безобразно. В нем животная натура. Да, да, да. Как пирамоны. Бандит. Просто он как входит в комнату, так от него. Просто... Это как Бонни и Клай. Надо ему подарить кофту сексуальное давление. Какой цель? Чтобы его в этой передаче... Друзья, высылаем. Мы с Юликом высылаем этим семьям по одному ходе. По балдежу сексуального давления. Благотворительная организация. Девочки балдеж, пацаны сексуальное давление. Чтоб он давел, а он обалдел. Он ведет себя очень странно. Он может просто прыгать везде, бегать. Он огрызается со всеми подряд. Как? Да, да. Десятилетний ребенок. Удивительно. Очень странно себя ведет мальчишка. Ну, на пожилых людей он даже может сматериться. Даша. Она не совсем нормально себя тоже ведет. В школе, да, она тихо достаточно себя ведет. Но на улице же нет. Ну, она может обозвать любого. Ну, чисто ни из-за чего. То есть, ему 10 лет. Ведет он себя, как подросток лет 13-15. Разве ты парочек? Что это за долбаю? Почему вообще его мнение учитывается, блядь, и спрашивается, кто ты такой, блядь? В армию его отправьте нам. Чувак с медалями, видишь, сзади. Он курит, он пьет. Очень много матерится, ругается со взрослыми. А Геру не помнит, что? Снюс, главное, снюс. Он снюс, загинывает меня. Это самое важное, блядь. Рискает по Вене снюс. Я готова рожать. Ну, это как чувствует тебя Даша? А как чувствует тебя Ваня? Его мама Галина рассказала нам до эфира. Внимание. Да будет Ваня или нет? Будет. Лишь бы заклевать, затоптать, затыкать. То есть, я видела, как Ваня переживает. Ему было очень тяжело. Последнее время ходил, как в воду упущен. То есть, у него лица нет. Бля, у него даже брови не выросли. До сих пор. Провать, все. То есть, я его пытаюсь, ну, разговаривать с ним. Сыночек, что случилось там. И так далее. Нормально. Все нормально. То бишь, даже доходило до того, что он мне задал вопрос. Ну, все, нужно жениться, свадьбу играть, 10-летнего, 13-летний. Ну, пусть Марш Мандельсона будут играть дети тоже. Чтобы это было в тему, типа. Так, давайте мы сейчас делаем небольшую рекламу. Далее в нашей программе Иван, который готов рассказать свою версию событий. И Ваня выйдет и такой, я считаю, что Человек-паук сильнее Халка. Солнышко теплое, тучки синие. А про ребенка, какого ребенка? Я ребенок. Я ребенок. И тоже готов рассказать, кто говорит правду, а кто лжет по старикам. Третьим выпустил. Да сейчас у нас в студии появляется странный, криповый мужик. Дружит с этой девочкой, но точно не является. Отцом, да. И он выйдет с Рексой. И штаны оттопырены будут. Шапка такая с дыркой, знаешь. И вообще он будет, ну, без тросов, у него будет просто на нем плач. Ну, так сидеть будет. Вы... Можете еще паукать на меня? Мне это нравится. Встречаем, Ваню. Что это, мужик, друзья? Кто ходит в студии-то? Что за хуйня? Удей! Мужик, не мешай! Тебя здесь описали просто как главного бандита в Красноярского края. Ну, расскажи мне. Рассказывай, Ваня, как поебался. Ваня, расскажи. Ну, как? Узенько. Тебе понравилось? Тебе все прикольно? Тисечка. Ладно, понравилось мне. 18 февраля. Познакомились 18 февраля. Ну, они все дохлопады. Ну, знаешь, у них не такая же долгая жизнь, чтобы что-то забыть можно было. 100 февраля. А познакомились 16 февраля. Понятно. И как ты указывал задачей? После трех топору. Чтобы она одевалась тепло. Так, следил, чтобы одевалась тепло. Не курила. На 8 марта ты что ей сделал? Какую-то открытку, цветочек, что? Конфеты принес. Как ты? Не помню. Игрушку. А? А, ты мне розы вроде бы купил, слышишь? Букет роз принес вместе с... Одну. А от мальчишек других защищал? От Артура. Да. Блядь! Он говорить даже не умеет. Он... Ну да. Ну чё? Цветы? Не помню. Ребенок, блядь! Алло, режиссер, ну я мне сейчас курить так. Зря я всю эту хуйню затеял. Зря, 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 зря. Андрей родненький, вытягивай. Андрей, они ему в этот... Наушник просто орует. А скажи, пожалуйста, ты понимал, когда вы там целовались с Дашей и всё, что это может привести к таким последствиям, что она будет... Что нужно спросить? Ты знаешь, откуда дети берутся? Понимаешь, что вот это... Слушай, я вот не в 10 лет узнал. Я не задавался этим вопросом, не помню. Ну пораньше, пораньше, чем в 10, наверное, всё. А как ты узнал? Я не помню. Наверное, рассказали товарищи старшие. В Гуляновске была девочка, ей 13, 10. Вызовы завертелась, закрутилась, и дальше вас уже было не остановить. Вы были Бонни и Клайд местами. Творили, что хотели. Вам было поливать на правила. Все мальчики так узнают, откуда берутся дети. Скоро станет мама. Я не думала об этом. Здесь многие считают, что кто-то другой может быть отцом ребёнка, а не ты. Что ты думаешь про это? Не может быть такого. А Ваня, у тебя сперма-то есть? Давай, подращай. Кончи на пол. Мы все это посмотрим. Вот она, видите? Блядь, какой ты мерзопака стоишь. Ладно, Ваня, ты мог быть папой. Давайте послушаем, о чём мечтает Даша. Мне кажется, это... Я мерзопакостный. Она же сидит в студии. Зачем показывать сюжет? Даша, о чём ты мечтаешь? Не, мы покажем. О свадьбе с вами. Я думаю, как-то заработать денег где-нибудь в детстве. Поехать в другой город. Там завести себе знакомых. Позвать всех родственников. Сделать эту свадьбу. А куда она уедет? Там уже после передачи. Это знаешь... А раньше был такой варик. Съебать с другой город. Там всё начать с чистого листа. Всё похуй. Там мама родила сестричку. Типа, да? Сейчас уже всё. Никуда ей не съебать. Ну, сейчас я вообще хочу, чтобы все эти слухи закрылись. Всё было вообще нормально. Как раньше. Ну, чтобы мама хотя бы не болела. Мне всё было хорошо. Чтобы мы всё-таки выросли. У нас родился здоровый ребёнок. Мы жили там вместе. Всё было хорошо. Хотя бы денег, чтобы достаточно хватало. Чтобы никто не голодал. Панечка, я тебе задам вопрос. Очень простенький. Скажи, пожалуйста, когда ты узнал о том, что твоя подруга беременна? И что ты при этом почувствовал? Как ты себя повёл? Я в шоке был. На один вопрос ответил. Нельзя по два задавать. Нужно по одному. Сложно. Поднянщился с маленькими детьми? Да. С кем? Вот Андрей правильно делает. По одному короткому вопросу. Понятно, почему передача «Час» идёт. Двоюродная? Да. И сводная. Вы знаете, ребят, просто нет. Я хотел запросить Галину. Вы сами, вам 28. То есть получается, что вы станете самой молодой бабушкой России, если всё произойдёт. Понимаете, это вы самая молодая бабушка России. А это что, всему-то обязывает? Нет, нет. Это ничему не обязывает. Всем похуй. Не-не-не. Знаешь, это же будет новый тренд. В Москве все будут становиться молодыми бабушками. Книга рекордов Гиннеса. Вы-то как к этому? Гиннес, хотите попасть? Я просто сижу и пизжу. Мне похуй. И что у вас там дальше будет? Я думаю, Дашу и Ваню отпустим. И пусть они пойдут попьют чай с конфетами и печеньем. Ух, ну пусть и пьют идут. Давайте, чтобы как раз у нас был уже взрослый разговор. Бля, прикинь. Вот так, я не могу сдержаться. Давай ещё ребёночка зац. Не, страшная ситуация. Я исконен думать, что девочка инициировала этот половой контакт. Это характеризует мальчиков, пускай даже ему 10. Проблема состоит в том, что у нас легкодоступен сейчас интернет, легкодоступна порнография. Это всё, это всё. Согласен. Надо всё это запретить. Всё это правда, чувак. Всё это правда. Так он же вини сейчас во всем порнографии. Порнография виновата. Пацан увидел, пацан повторил. Почему? Мальчик увидел, мальчик повторил. С тем, что сформировавшееся половое чувство приводит к тому, что люди испытывают потребность в стимуляции этого самого сформированного чувства. Здесь происходит обратный механизм. То есть все смотрят, рассказывают в классе и так далее. Просмотр стимулирует раннее половое развитие. Как бы у него возбуждение может случиться, и увидев девушку на пляже полуголую, ему не надо порно смотреть, чтобы он возбудился. Ну, в порно там вообще прям всё... Ну, понятное дело. Чувак, вот возбуждение, оно вообще с нихуя. Вот есть Анатолий Сливко, советский маньяк. Он вообще возбудился, когда увидел, что как пионер разбили на мотоцикле. И, ёпта, это вообще никак не взаимосвязано, что порнография и прочее. Действительно стоит обсудить, это история буллинга, история, когда тебя начинают... Интересно, если я начну пердить пока такую решайку, ты заметишь, что я перданил или нет? Я, может, уже пердил, и ты не замечал. Мне кажется, вот после драки кулаками не машут. И сейчас важно... Ни хера, он клирик. Звучит круто. Нет, клирик это не топовый. Ну, звучит круто. Чувак, нет. И романах, вот это круто. Про Таирей. Ну, они звучат как сюжетные персонажи, а клирик звучит как персонаж, которого ты можешь выбрать и качаться им там, драть, посохом крутые штуки делать. Простите. И действительно задаться вопросом, что дальше. Очень важно сконцентрироваться на жизни человеческой. Вот крест золотой, это просто очень много золота. Да, прям. Очень много золота. Скорее всего. Это безумно много золота. Он очень любит Бога. Это полкилограмма золота у него на шее. Ведь в Библии сказано, Бог любит тебя, если у тебя максимально большой крест, ты максимально золотой. Золотой. То есть, если деревянный маленький, который, знаешь, просто твою приверженность... Неплохо, но норм. Бог тебя не видит вообще. То есть, ты для него это нужно реально сделать так, чтобы светило прямо с неба можно было увидеть. Прикольно. И вот нужно понять, простить и сохранить дитя. Помочь, взять опекунство, сгруппироваться. Я очень рад, что у вас есть взаимодействие между мамами. И это важно. И это взаимодействие. Вообще, прям, они такие подружки. И вообще такие веселые. Одна и вторая. Зря мы сюда пришли, но деньги – это деньги. Но пять тысяч – это пять тысяч. Не, я думаю, много заплатили. Семьдесят тысяч. Я думаю, лям. А у Вани есть папа? Мне кажется, да. Я думаю, они согласились бы и за семьдесят тысяч. Он как отреагировал на все происходящее? Ну, в шоке тоже был, не поверил. Молодец, пацан. Ты вообще, ты ее нахладил. Курить будешь? Курить будем. Кури. Дерьмо, папке можно курить. Молодчик, блядь, ты такой вообще. Слушай, а если у тебя в десять лет появляется ребенок? Ну, вот просто с точки зрения морального счета. Ты же, знаешь, можешь себе сики купить? Ну, если так подумать. Эй, ты можешь пиздюха послать с запиской. Я ему папа даю силу. Мне десять, все нормально. Ему год. Не, ну, если как бы так уж дело пошло, обернулось все. Ну, все, батя встал. Могу себе пивка взять? Ну, ну, нужно как-то стресс. Папа Даше открыл дверь нашему корреспонденту. Вот как он комментирует. Все, внимание. Ваша дочь беременна, насколько я понимаю. Даша, что? Вы считаете это нормально? Я считаю это нормально. Что? Подождите, у вас трое детей? Хорошо, но как может 13-летняя девочка быть беременна? Ну, как такое вообще возможно? Ну, вообще чисто по-человечески. По-человечески? Да. Вы уверите в то, что... Вы историю, вы историю вообще изучали, нет? Историю? Да. Изучала? Историю России, история вообще с чего-нибудь. Да. В 13 лет вы давай замуж. Такой, батька. Не, бля. История? Историю изучали. Я сам его дескавери покопил. Покопил, да. И там сговорили. 13 лет замуж. Замуж. Ну, кстати, выдавали в 13 лет замуж, но в ИПСИ-то не могут. Выдавали замуж, но не для того, чтобы рожать. Там время должно было пройти. Конечно, 13 и 10 это из ряда вон. Но в стране огромное количество девочек, которые рано беременеют, но не рожают. Потому что десятки тысяч девочек делают аборты. Мы видим данные о рождаеме среди 16-летних девочек в 2018 году. Ё-моё. Вот почему они снимают беременных в 16, потому что их полно. Но вообще нет, 3 тысячи на Россию. Мы можем снять 4 выпуска беременных в 12. Я сейчас смотрю на этот график, вот на эти цифры, и я понимаю, это вообще не проблема на самом деле. Вот это настолько мизерная часть проблемы. 4 тысячи в общей сложности вот таких есть детей. Это за 2018? Не больных, просто вот, которые родили. Мы можем запилить 4 выпуска беременных в 12. Надо найти только их. 2 тысячи 925 человек по данным Росстата. Вот эти данные в открытом доступе. Многодетность среди подростков растет. Вот возвращаясь к нашей истории, на что мне хотелось бы обратить внимание на юридическую сложность этого вопроса. Мы понимаем, что имеется диагноз у мамы, и мы только что видели папу, в каком он состоянии. Вопрос. Папа веселый, историей увлекается. Папа историк, историк и весельчак. Замечательный родитель. Дорогие друзья. Ничего, что много пространства сверху. Да, простите, у нас села камера, и на ролик надо записать. За нашими участниками, за кулисами всю программу наблюдал специалист по лжи. После рекламы. Специалист по лжи? Да, прикинь, какая выдуманная парафисия смешная. Мне кажется, это реклама какого-то их шоу. Смотрел за всем происходящим в студии, готов огласить свои результаты. Также и урологи, которые проверили Ивана, может ли он быть отцом. А также Валя Исаева и ее 14-летняя дочь. Напомню, что Валя родила в 11. Что думает она обо всем этом? Что она? Она была в этой передаче? Была, да. Это вообще был очень большой репортаж про нее. Кто говорил правду, а кто врал? Денис, добрый вечер. Я точно разбираюсь, и могли бы мои способности использовать во всяких криминальных делах для... Чувак, и вот я вам говорю, если это шоу какое-то, через год он, Соловьеву, будет сеять и говорить, Трамп врал. Он врал. Давайте начнем с родителей сначала. У мамы с Дашей разговоров долгих, подробных по поводу предохранения, возможно, беременности и так далее, или не происходило, или это был какой-то разовый момент? Какой бы он об этом догадался? Да, не, не, пусть говорили. Потому что у мамы вообще плохо помнят какие-то такие разговоры. У Даши с кем-то эти были разговоры, да, но подозреваю, что, скорее всего, не с мамой, что это доступ просто к общей информации. То, что касается Вани. Действительно, мама Вани пыталась с ним вести какие-то разговоры, что-то узнать, вникнуть в ситуацию, но абсолютнейшая правда. Ваня спускал на тормозах. Он вот говорит вещи, которые... Вот сейчас я проведу психоанализ через экран. Вот прямо сейчас, дорогие друзья. У вас возникали моменты в жизни, когда вам, наверное, бывало грустно, когда вы не знали, как справиться с проблемами. Иногда при просмотре комедийных шоу вам могло становиться весело, рассмеяться от какой-то шутки, услышать какую-то хохму. Когда вы едите вкусную еду, вы испытываете вот это чувство вкуса. То есть вам вкусно. Вы хотите еще, еще. Или когда вы пьете воду, вы удаляете жажду. Мойло у вас такое когда-нибудь? А правда, я про фейлер. Россия-1, смотрите, мое новое шоу про фейлер. Про фейлер, вот кто. Тоже касается... Я видел, брат. Спасибо, я боялся, что ты не заметил. За кулисами, почему это произошло? Как? Что? И было два момента. Во-первых, я вчера вечером успел найти их соцсети. У него нарисованная седина? Нет, почему? Седина? Ну, разве она так выглядит? Ну, пора, сниму-ка. Седина у него нарисованная, профессия у него ненастоящая. Это не человек, это нарисованный робот. У детей, ну, грубо говоря, двор, улица. У них нету больше ничего. Я с радостью узнал, что Ваня занимается боксом. Это отлично. Но, кстати, у Вани... Вот человек занимается боксом, ходит каждый день. Вот, пожалуйста, вам пример. Если человек каждый день ходит в секцию, каждый день, то, ну, все, вот эта хуйня не защищает. Значит, знаешь, говорят, там, вот надо ребенка занять. Да, все равно у него найдется время. Да, то есть как бы ты его не занимаешь, неважно. Я вот никуда не ходил, сидел дома, такой ситуации не пропал. Ваня на спорт ходил каждый день. Ситуацию попал, пиздец, какую. Очень большая тяга к познанию что-то нового, к стремлению по всем тем фотографиям, коллажам, которые он это делает. И я понимаю, что у него нету этой реализации в рамках, в тех рамках. Он делает коллажи с голыми тетками? Кто? Он говорит по всем тем картинкам, коллажам. Ну, видно, это то, что показывали в передаче, там всякие, где он. А прикинь, он в 10 лет собирает, вырезает из журнала. Как женщины, которые вырезают, хотят, что они хотят. Да. Познание мира, реализации в каких-то интересных делах, событиях и так далее. Просто в какой-то момент наступил вакуум, и у детей вот это познание мира пошло в физиологию. Это вообще говорит просто без... Нет, он говорит вроде как интересные вещи, но вот он говорит все одним тоном. Да нет, это не то, что тоном. Он воду льет, он говорит все, что мог бы сказать обычный человек. Для этого не нужно быть пропайли. Ну, про познание мира детей, потому что им скучно, а они вот, видишь, физиологию ушли. Резкое отвращение к этим вопросам. Это дает мне право говорить, что у нее не было контактов с мальчиками или с мужчинами, что в партнерах был действительно именно Ваня. Как ни странно это звучит, потому что когда я его только увидел за кулисами, меня тоже поразило несоответствие ситуации к внешним признакам, да, там рост, там развитие и так далее и тому подобное. С другой стороны страны, если бы была ситуация, что и правда был какой-то взрослый друг у этой девочки, что там был какой-то парень и прочее, я думаю, мама Ваня бы сидела бы и говорит, это не было, это не было. Она сидит, ну, то есть они обе понимают, что это было. То есть обычно как они реагируют, что это вот даже помощь беременному 16, там всегда вот они матери защищают, что нет от него никак, никак, никак. Либо мыть тоже тут, естественно. В ответственности я так подозреваю, что у себя дома, на улице, в компаниях происходит примерно то же самое. А, и последнее. Опа, так они там все как собачки, друг на дружку, попами слиплись, вот такая вот у них, что это за город? Знаете, это один из тогда уникальнейших должно быть случаем чудо, что она забеременела, потому что я... Что значит общественный деятель? Ничего. Ну, может быть, какими-то благотворительными организациями занимается, может быть... В общем, ничего. 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 Мы общественные деятели. Человек, Вера Дегтярева, человек. Давайте послушаем. Пока я не услышу специалиста по биологии Вани, я не поверю. Через несколько минут мы узнаем ответ. Хорошо, через несколько минут мы все будем переубеждать общественного деятеля, ведь все мы для этого собрались. Валя Исаева, которая стала мамой в 11 лет, стала известна в 2005 году, тогда школьница из Капотни оказалась беременна от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана, Хабиба. Тогда молодой человек снимал комнату у Валиной бабушки и работал в Москве продавцом лавашей. Эта история тогда тоже разделила общественность. Одни были уверены, что выходец из бывшей Союзной Республики раслил ребенка и должен отбывать наказание. Вторые вступились за молодых. В итоге Хабиба осудили условно и дали возможность помогать растить их дочь Амину. Как только Валя исполнилась 18, они узаконили отношения. Валя после 9 класса закончила колледж, училась на менеджера. В 2013-м пара родился сын, а совсем недавно появился на свет еще один сын Дамир. И сегодня уже 26-летняя Валентина Исаева со своей 14-летней. 26 лет ей. Как нам? Наша ровесница. И она во сколько лет она? В 11 забеременела, в 14 родила. А ему? В смысле в 11 забеременела? В 11 забеременела, в 12 родила? В 14. В 14? В 14. В 3 года. Чем ты младше, тем ты дольше уносишь ребенка. Если ты, типа, беременеешь в 20 лет, то ты его носишь нормально, 9 месяцев. Чего ты меня троллишь? Я чуть не поверил. Чуть не поверил про один сын. А я так еще стерю, да? Да, да, да. Ну, это самый веселый прикол. Привет. Здравствуйте. Рад вас видеть. Вот скажи мне, я просто сегодня смотрю на Дашу, на Ваню и пытаюсь перенестись на те события, которые были 15 лет назад. В студии у меня на ток-шоу вы, Хабиб, бабушка. Тогда тоже вся страна говорила, что ужас, посадить это невозможно. Хабиб, ему было 18, как я понимаю, 11-летний. Ну да, вот это странная ситуация. Ему было 18? Ну, ему было, может, 17, ну, типа, около, он был, ну, вот в нужном возрасте, понимаешь меня, чтобы можно было присадить-то паренька. А тут-то вот, тут спорная ситуация, тут как бы 10-летний. Сажать. Десятилетнего? Сажать. А почему не 13-летнюю? Уж получается, это она его совратила, а не... Пацан виноват, сажать пацана. Почему? У кого-нибудь общего режима. Строгого? Общего, строгого не надо. Он через решетку пролезет. С тобой дочка, которая, непонятно, то ли сестра, то ли вообще в... Подручка. Что ты можешь? Подручка. Слышал, как-то... Интересно, у них семья есть такое, что вот дочь что-то там делает, а мать такая, ой, тебе уже 13-й все в девках ходишь. Вот я... Ты не думала о том, чтобы уже мальчика найти? Забери. Нет? Нет, уже два года как бы. Вот сегодня Даша, Ваня. В любом случае, девочке нужно сохранить ребенка. Я не заранее роды, но в любом случае нужно, потому что, если сейчас она сделает аборт, неизвестно, что будет в будущем, сможет ли она иметь детей или нет. Ты врач. Ну, пробь сейчас уже, почему ни один врач не говорит про аборты? Почему об абортах говорят все, кроме врачей? Хоть один врач сказал, неизвестно, что будет, но либо будет, либо не будет. Может, какое-то более аргументированное заявление там услышим? Ну, я думаю, что она это говорит, именно ориентирует, что ей же тоже в одиннадцать говорили, делай аборт. Это было 15 лет назад. 15 лет назад Ютуба не было. Тем не менее, у тебя трое детей, все от Хабиба. Как получилось, что вы сейчас не живете вместе, что вы... Мы не живем вместе, но мы не разведены. У нас сейчас в семье, так сказать, перерыв. Он помогает, обеспечивает. Я, знаешь, такой, как... Бессрочный, как... Катя говорит, как... Я в отпуск, у нас перерыв. В смысле? Я говорю, ну... Я в Иваново. Я в Иваново, город не верст. Гулять. Все как положено, видеться с детьми. Даже сейчас он с маленьким дома остался. Ну, вместе мы не живем, да. Скажи мне, Амин, просто, знаешь, не могу поверить, потому что ты рожала на моих глазах, и уже сейчас... Она рожала на его глазах? Ну, Андрей не сидел, но это была тоже длинная серия передач. Ну, может, он просто сидел, когда она рожала, и такое... Не, не все мужчины могут это выдержать. Пару комментариев. Там комментарии говорят. Амин, Амин, а что чувствуешь? Амин, как дела? А, скребой! Ой, Амин, а что ты думаешь, кто мальчик, девочка? Да мне поебать быстрее уже! Ой, Амин, прям при меня. Дай тебе лед! Ты рожалась на моих глазах, и уже сейчас... Невеста сидящая здесь. А я все тут, понимаешь, стою. Ну, у тебя отлично получается красить. Хочу сказать, что ты можешь просто стать великолепным визажистом. Только посмотрите, какой макияж делает Амина своей маме. Внимание. Ну, я люблю красить маму. Амина разбирается в макияже, в косметике. Я говорю, что она у меня такая молодая? Мы с дочкой понимаем друг друга с полусловом. Она мне подруга. Я у нее спрашиваю. Я считаю, это ненормально. Что именно? Родитель – это родитель, а не друг, подруга. Это в первую очередь твои родители. Ну, он должен быть, родитель должен быть в той мере друг, в котором ты можешь поделиться вещами. Понимаешь, многие-то типа вот этой пиздючки, да? Не вот этой, а вот главной героиней передачи этой. Наверное, она бы хотела там матери сразу сказать, такая вот хуйня случилась. Да, забеременела, было 10, родила в 11. Мысли об аборте у меня не было. Я ни о чем не жалею, правда. А в 10 лет... Поехали. Что это? Стук скрипит? 10 лет. 10 лет. Ты ненормально. Рыцеловница. Да нормально. Вот ребятки все. Андрей радует, все помогут. Ну, они, да, счастливы. Но это растление несовершеннолетнего. Да. Нужно? А как, че? Вообще, как жить-то? Ну, в смысле, это не по закону. Этот человек должен сидеть. Ну, тут мы видим пример, ну, относительно счастливой семьи. Да счастливой, наверное, по большей части. Нет, потому что ебанутье, чем нашей земли, нет. Нет ни одной более ебанистической ситуации в художественных произведениях, как в реальной жизни. Вот реальная жизнь всегда более ебанутая, чем в мозгах самого безумного ублюдка, который пишет. Вот сейчас тебе здесь покажут и расскажут, как нужно правильно красить. Ну, я бы добавила чуть-чуть консилера под глаза и изменила бы чуть-чуть. 26 лет, пиздец, это наша ровесница. Вот я охуеваю с этого. А мы все еще не беременны. Не все еще, да. Почему у нас животы? Да что я, Катя, занимайтесь этим, а то мы сидим в детках. А вообще, где? Животы растут, а ребенок не вылезает. Это работает. Долгий инкубационный период. Надо еще, может, больше? Может, больше. В студии еще одна мама, Кристина Кушкова, которая 4 года назад, так же, как и наша сегодняшняя героиня, забеременела от парня младше ее, тогда Кристине было 18, а ее возлюбленному Яну 14. Кристина Кушкова вместе со своей свекровью Олесью сегодня в нашей студии встречаем их. Добрый вечер. Да. Чем закончилась ваша история? Так я понимаю, что вы со свекровью, вы с Яном, все вместе? Конечно, вместе воспитываем дочку. Нашей дочери сейчас 3,5 года. Муж у меня сейчас в армии, мы ждем его с армии. История закончилась то, что мы... Какая-то химонистическая история, одна охуительная, другой, и как бы все... Да нормально, вот же, вот же люди. Да, мой муж сейчас заканчивает ясли, скоро он пойдет в дошкольник. А это просто с каждой минутой все более дико и дико становится. Безумно, безумно. Как будто крыска, которая дергает за рычаг, чтобы удовольствие получить, ее каждый раз все больше и больше и больше бьет. В один момент ее мозг переплавится, и это уже никто смотреть не будет, мне кажется. Получается, ему 16 лет исполнилось, когда мы узаконили, и дальше также вместе работаем воспитанием. Ну вот, услышу я новость, 14-летняя школьница забеременела от 11-летнего друга. Я уже... Вот так и реагирую. Что дальше? И большинство... Дальше уже детсады. У воспитательницы в детском садике забеременела от... Воспитательница влюбилась в... Ей типа 50, ему 3. И она смогла забеременеть после климакса от 3-летнего. Вот такие передачи скоро будут. Это ребенок Яши. Я беременна, у вас подушка, я беременна. Яша, что ты думаешь по этому поводу ситуации? Рокодил делает так! Яичко делает так! Кто-то сидит и начинает плакать. Я обкакался. Нет, потом такой... Рокодил делает так! Даже хотели же осудить за растление несовершеннолетнего. Да, верно. Хотели там 5 лет, что ли, обещали, что дадут. Но мы успели вовремя узаконить брак, и поэтому нас закрыли просто дело. Олеся, расскажите нам, вы что думаете про историю Даши, Вани? Ну, они, конечно, еще дети, все равно уже. Как бы у них, смотрю, родители приличные, ну, не пьющие. И на них, мне кажется, сейчас должна больше ответственность лечь, поддержать детей. Если они не против, конечно, чтобы девочка рожала, значит, ну, они как-то на себя должны эту ответственность взять, помочь им. То есть и материально, и физически, и вообще. Да, давайте клуб организуем вот из всех вот этих людей и профайлеры, и все будем детей этих воспитывать. Вы принимали участие, принимая и те в воспитании внука, и... Да, конечно, конечно. ...тоже лежит на ваших плечах. Нет, сейчас как бы они уже самостоятельно. Кристина работает, то есть сын у меня тоже до армии работал, отучился, как он хотел, на сварщика и на водителя. То есть у них все хорошо. Ну, а вы думаете, десятилетие... Прям, у меня прям, я вот слушаю все, все эти истории я выпил. Блядь, хочу граненый стакан водеров. Я это даже не могу воспринять серьезно. Да-да-да, то, что вот... Ну, это же безумие, это сумасшествие, что сейчас происходит в студии. Это вот прямо инфернальный ад, блядь. Это баланс волон, да, настоящий. В этой жизни, наверное, все возможно, но что-то это, маленечко. А как вы вот восприняли, когда вы узнали, что ваш сын в 14 лет становится отцом? Как вот вообще вы на это, как человек, отреагировали, как мать? Конечно, переживал, как родитель. Любой переживает, я думаю, сейчас родителям нелегко вот. О, может, вы и десятилетний зачать ребенка. Сейчас-то мы их и узнаем. Так, может, вторая часть будет? Будет, будет. 100% будет. Ну, я думаю, что сейчас настал момент истины. Я напомню, что врачи, урологи и эндокринологи специально провели результаты исследования, чтобы определить, может ли десятилетний Иван стать отцом. Врач-уролог-андролог Евгений Греков, вам слово. По большому счету, Иван мог стать отцом этого ребенка в одном случае, если у него преждевременное половое созревание. Как заключает наша лаборатория, мы три раза переставляли анализ, потому что ошибки быть не должно. Лутинизирующий гормон у ребенка только-только стартовал. Такое ощущение, как будто бы вчера. Фолликулостимулирующий гормон в прессинге, его еще пока нету. Сперматозоидов быть не может. Но если проще, то результаты анализа крови показывают, что... Он еще ребенок. Подождите, он еще ребенок. У него не начался... У него только-только-только начинается адренархия и гонодархия. У него тестостерона даже нету. В нулях. Половое созревание только-только начинается. Да еще вот, еще не завтра даже половое созревание. Подожди, это значит, типа, что он не отец. Добыть не подождите. Как ни парадоксально, но я здесь абсолютно соглашусь со специалистом-профайлером, потому что, ну, наше мнение очень совпадает в этом направлении. Здесь я склонен думать, что контакт был, но в силу его детского возраста, несформированности полноценных самих половых органов, да, не было возможности для полноценного разрыва этой самой действительности. Чтобы, чтобы вот как бы дополнить, да, там детские половые органы, детские половые органы. Бля, фу, что они сказали, по сути. Ну, я думаю, он ее пытался трахнуть, но своим мелким хуймем не смог порвать полевую, даже не по ничему. А второй такой, так у него о чем кончать, у него и спермы нету. И все это на федеральном канале. Детские половые органы. Детские половые органы. Вот с чем родился до пубертата, так он и живет. Еще пубертату видел мир. И все-таки я почему-то не склонен думать, что там присутствует кто-то третий. Либо это третий, все. А кто тогда? О чем я и говорила. Об этом была речь в самом начале. Хотел дополнить, маленький-маленький нюанс. Кстати, сегодняшние возможности ДНК-диагностики позволяют нам. Вот мы говорим, когда гинеколог делал свое заключение, она сказала о 8 неделях, правильно? Добрый день. А когда это было сделано? УЗИ когда это было сделано? От сегодняшнего дня? Вчера. Вчерашнего, да? То есть 8 недель. Мать не привела вас. Ну это минимальные, фактически, начальные сроки, с которыми мы можем говорить о ДНК-диагностике в отношении установления отцовства со стороны того или иного мы. Так, а профайлер, получается, пиздобо, фуфел, который не прав. Нет, ну почему? Мы же... Он обосрался. Не-не-не-не-не-не. Профайлер, как бы, он сказал, что... Я не вижу там третьего. Акт может быть. То есть акта мог бы быть, на самом деле. Просто забеременела она не от этого чувака. Ну да, так а профайлер говорил, что и третьего никакого нет. Так что нужно... Послушайте, а им вообще нужно знать, кто отец действительно... Смотрите, они все вот стоят на том, что... А подождите, а я не знаю. А как понять? А вот потом что будет? А нужно знать, давайте. Да, бог, зайку доставать. А зайку, а уж где она его нагуляла? От бати вашего пьющего, который ее насилует? Или от друга семьи, который к вам заглядывает? Это не важно. Берите микрофон и сумасшедшие от шеи. Убери, а кто психолог? Ну такие психологи, это психологи. Уберите нахуй микрофон. Этот мальчик от 10 лет еще будет влюбляться. В его жизни будет еще огромное количество изменений. Он будет проходить классический путь, как и любой другой мужчина. А вот девочка уже, к сожалению, заняла определенную нишу материнства, от которой ей будет сложнее в дальнейшем образование, найти себе полноценного... Дверь закройте. Образование. Личная жизнь. Работа. И пусть говорят... Через 15 лет увидимся. Я жалко девочек. Но глобально мы услышали, что мы можем верить в то, что чудо произошло и в то, что... Не может, нечему. ...может пронести подросток на протяжении, не знаю, там, 20-30 и через всю жизнь. Нет, ну это не чудо. Это вот неправильное слово чудо. Это, знаешь, как правильно? Обман. Произвела такая штука. Штука. Чудо это все-таки что-то радостное. Он про чудо говорит, что от мальчика, но это сказал врач. Слушай, ну самое страшное, ну то есть мама же у нее, они говорят, мама у нее, что-то у нее диагноз какой-то страшный. И, ну по сути, девочка же реально останется один на один с этим вот ребенком. И с батьком 10-летним, блядь. Не-не-не, со своим батьком, который пьет и историей увлекается. Это да, но ее, скорее всего, в детдом определяют, потому что ее с пьющими вот с ребенком-то непонятно. Понимаешь, вот такая ситуация, и непонятно, что вот аборт нет. Аборт нет, ну против. В с ребенком свете. Нет, с другой стороны, по новому закону, это 450 тысяч за первенца. Не, ну можно какие-то поблажки? Я же как бы в 13 родила, а не... Можно побольше. Можно побольше. Покасательно первой пары скажу, да, что Хабиб восточный парень, и он старше был. У него в крови заложено отношение к семье, отношение к женщине, отношение к собственному ребенку. Здесь это ребенок вообще, пока что мы его даже как мужчину не можем, как члена общества не можем оценить. Десятилетний ребенок, это далеко от подростка. Десятилетний, у него даже первого паспорта нет. Что, что, первый паспорт? А, 14-летний. ...зателем гормонов и по всему остальному. Маленький пикантный нюанс. Ну, он хотел сказать, просто не сказал, говорит, он не человек пока что. У него прямо на языке крутилось, он не стал, чтобы его не заукали. Нет, ну это по сути, ну не человек, да, это маленький ребенок, который пока... Ну, это полноценный, это нет, это человек, это просто полноценный член общества. Ну да, не полноценный. Он это и сказал. Холи, ты выебываешься, блядь, здесь. Я думаю, что нужно здесь поддержать родителей прежде всего. У вас еще одна ответственность перед жизнью. Надо помочь и новой жизни, и этим детям. Ну, я думаю, что Решер Зубарев сегодня... От кого ребенок-то? Никто почему этот вопрос не задает? Это уже во втором выпуске решится. Депутат по Красноярскому краю, он, я думаю, возьмет ситуацию под контроль и сделает так, чтобы все-таки этот ребенок, который появится на свет, был счастливым и... Знаешь, нам в Красноярске доходящие проблемы, да, третья, пятая, все-таки... Значит, одному человеку во всем мы поможем, блядь. Все. Все дадим. Все дадим. Все дадим. Миллиард. Все дадим, квартира. Миллиард рублей. Ради Германии. Горячие антики. А может, это сделаем? Это по телеку не продумать. Нет, всего необходимого. Я же, честно сказать, он тоже не особо рад вообще, что придется. Пиздец, в отставку меня охуенно будет. Начальство, блядь, вообще меня заебет. Ну, что скажешь? Ну, скажешь, что ситуация очень страшная, ситуация ненормальная. Эту ситуацию не надо воспринимать как нормальную, как и тут хотят выкрутить. Согласен, да. Во-первых, а во-вторых, не нужно ее на всеобщее обозрение выносить, чтобы ребенка больно не взял. Все-таки я считаю, что нужно, потому что... Без детей. Мы, конечно, раним этих детишек, ну, то, что вот телевизиончики сделали, они, по сути, испоганили жизнь этим детишкам. Но, с другой стороны, не появится еще 50 таких детишек. Ну, нельзя одну жизнь ребенка разменивать на 50 других. Нельзя вообще что-то жизнь разменивать. Нужно было все то же самое сделать нам без детей. Это, конечно, без хайпа, но то же самое. С вами был Кузьма Гридин, Юлия Онежко. Наши экспертные мнения насчет этого вопроса. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки под этим роликом. Всем пока.